я хочу сказать вам привет это огромный фельдкс, здоровый старый русей ну вот вышла новая книга она, на мой взгляд, уже напревательская то есть человека, который уже все призрел и пишет черт знает что поэтому вот такая получилась книга это как бы содержание моей души выпотрошенное и брошенное на бумагу это то, что нас всех посещает ежедневно всякое не основное но, тем не менее, очень важное в нашей жизни тут какие-то куски на груди не только я смотрю из окна за этими киргизами очень, на наш взгляд, все равно странно они не как вот европеоиды они сидят отдельно всем отдельно, кто за другой вот у них какой-то выдался момент я вот наблюдался с огромным интересом потому что они не болтают между собой для них не главное там ля-ля-ля-ля важные вещи они как бы медитируют это очень странно увидеть потому что мы-то себе представляем что восточные люди которые обильно якобы должны жестикулировать чуть ли не поливать друг другу в рот они от меня ничего подобного и потом что-то я посмотрел на железные листы которые вот стали снизу подавать огромные вспомнил как я работал на заводе в цепи точного литья вспомнил как вот металл что он из себя представляет ну вот вся книга полна вот такой вот ну с позволения сказать в кавычках чепухой хотя это очень на самом деле все важно потом там есть вот русские города балтийские в которые я с недавних пор почему-то влюбился потому что город в нашем понимании это что-то такое удобное а вот есть я не знаю я увидел Кронштадт страшно неудобным таким еще много лет тому назад он весь был непонятно что с ним делали не то его восстанавливали не то его разрушали я там пишу что опасно там ходить по его улицам даже не знаю что он упадет на тебя сверху кирпич там яблоко какой-то мертвый красноплотец грохнется совершенно непонятно и самые такие удивительные вещи прелести Кронштадта почему-то никак не объявлены где-то в грязной сырой траве надо их там отыскивать знаменитый сухой докпетера первого это еще сооружение достойное достойное пирамид египетских вообще мощное такое на чугунных петлях значит не дай бог кто-нибудь попадет в эту петлю вообще ничего не останется мокрое место вырыт огромный вот резервуар куда сразу по пять кораблей можно было загнать потом воду спускали и значит ремонтировали вот мощнейшее место затеряно оно путеводитель я его что-то не нашел и затеряно оно где-то за какими-то стройками за какими-то архивами людьми которые там что-то проводят непонятно не очень здорово потом у меня там будет рассуждение о дворце Павла Первого в Гатчине и разговор там с теткой которая смотрителем она говорит тут у нас призрак есть я говорю ну естественно где нет это он мы с ней разговариваем я говорю тут точно он она говорит на предмет призрака разговариваешь полный такой суверенность она говорит я тоже думаю это он я говорю а где ему что в Михайловском его убили ничего хорошего что он там будет появляться ну здесь естественно здесь ему было хорошо значит такие разговоры потом из этого из Гатчинского дворца я туда попал много лет тому назад ну много лет по-моему 15 лет где-то или чуть меньше в 2004 году случайно был я на каком-то кинофестивале в Гатчине ну довольно задрыбанном тем не менее там присутствовал я только вышел из тюрьмы в это время по человеку который вышел из тюрьмы попасть на кинофестиваль вообще круто женщины там это как это забыл не важно ну короче все что там надо ну очень скучно скучно бьют коньяк и выпиваются тут польский режиссер заносится сказал что он едет в Гатчину в Гатчинский дворец если бы был Гатчин я говорю я тоже хочу поеду в Гатчинский дворец и мы туда и он еще даже в музее там было две комнаты наверное ну там было так фантастически здорово подземный вот сейчас там полно туристов а там вообще никого не было какой-то ближайший стульчик стоял якобы Павла I тем не менее сама вот этот сам дворец был такой грандиозный два крыла как вот солдатская шинель такая и тут я накупил каких-то местных книжек а местные книжки всегда вот то что надо не то что в больших столицах продают а там есть редкие книжки там воспоминания генерала Саблукова такая брошюра печатанная какой типография ПМЗТУ какая-то да ну вот там именно то что надо это как раз воспоминание современника Павла дико интересно все и я вдруг открыл для себя что наш этот император Павел I страшно обоган что он не такой как его представляет например весь популярный роман генералисимов Суворов вы помните Павел I там представлен таким повешенным на прусских косичках там полная полная глупость это человек во-первых Шинель да вот Шинель это человек который на самом деле ввел в употребление в российской армии Шинель впервые до этого воевали кто в чем мог в зиму подъевали под этим мундирой оказывается все что угодно все что могло что было у человека а Шинель он ввел он ввел значит эту самую аттестацию лекарей он ввел тулупы для лежующих значит тулупы это же важно чем для часовых он уволил там три я запомнил цифру триста тридцать три генерала ну говнюка дворянина которые там в общем с пяти лет записывали в армию и они продвигались по службе ну он всех этих генералов уволил и вообще тренировал армию делал разные актерийские стрельбы значит и с картечью и с навесом ну как угодно первые десанты учил своих солдат вот эта якобы смешная эта горчинская армия на самом деле вообще это отец солдат и об этом человеке можно говорить бесконечно сколько он сделал сколько построил за четыре года и главное первый указ один из первых первых же день после смерти значит Екатерины он упорядочил наследие престола наследие после Петра вы помните что там творилось тогда он там все оставляю и не написал или может быть написал но и вот в этой книге всего такого полно там я разговариваю со своей значит уже в 2008 году умершей мамой там вот такие вещи которые ну почти немножко неестественные немного чутоковатые но на самом деле это ведь и главное проявление я уверен и у каждого из вас такое тоже происходит если вы разговариваете сам с собой не будет это нормально ну и так далее короче вот вот получилась такая книга и начинается она с совета там если я там пишу если начнутся беспорядки в первую очередь захватывайте супермаркеты там можно долго продержаться если у вас есть своя небольшая группа людей давайте нацеливайтесь на супермаркет ну и кончается эта книга есть страничка о звере о гиене там много рассуждений о вот это о городах у тигра и врата где вот идет эта сирийская война и что тысячелетия тому назад там же великолепные первые цивилизации располагались вот на эту тему они были глиняными поэтому там нет никаких удивительных пирамид как видите а здесь вот этот смешившийся с пейзажем глинина вот такая такая книга я ее так представляю там каждая страница о чем-то ином я даже сегодня не помню но я в общем как человека достаточно строго судят я считаю что эта книга занимательная что она не ну как бы не станут вот этим корсетом чудовищным сюжета когда обязательно нам уже это все остановило мне тоже самому да вот эти детективы бесконечные на самом деле есть 24 по-моему драматических значит ситуаций больше ничего не придумаешь и все и потом идет это повторение это вот пример того как вот не надо писать в литературном институте надо сказать что так не надо но я вас уверяю что тут от начала и до конца можно найти себе близкие какие-то ноты ноты там вот душа человека одновременно есть грустные вещи а здесь напротив обхохочешься с дурью такой это необходимый элемент дурья это необходимый элемент жизни ну что теперь вопросы а потом я все-таки в клинисе немножко скажу про книгу тоже потому что ну вот я все опровергните что я чуть-чуть добавлю я все-таки хочу сказать что вот то что рассказал сейчас это все это пронизано таким удивительным личностным чувством такой ранимостью воспринятой жизни не это не так вот мы тут и поспорим потому что мне кажется что писатель мунов в этой книге совершенно зачем я даю вам слово надо было сказать что это мое представление начнется мы должны говорить нет просто вот мы говорили вы рассказали про кусочек про металл как там держат металлические листы но на самом деле из этого вытекает очень тонкий кусок про ощущение чужеродности металла нашему человеческой природе вот есть близость человеческих существ которые передаются скажем в ощущениях рукопожатия когда тело тело или в акте любви между мужчиной и женщиной и есть чужеродность металла все я вас урежу сейчас расскажу да расскажу нет расскажу просто историю коробку которая буквально позавчера по-моему со мной произошла ну это связано и с названием никакой конечно монголии в этой книге нет есть бурятия есть много о бурятах но это не к тому а вообще название это родилось названием всем известной сети магазинов магнолия мы с ребятами да мы с ребятами ну че в монголию там магазин не очень дешевый но самый близкий от того места где я значит живу в этой сети и мы в эту монголию часто значит заходим вот мы буквально позавчера заходим там есть такой отдел как бы аптечный да и ну как бы чепуху мы зашли в аптеке впереди вот никогда не поверите в эту гнивую так и просится впереди стоят два мужика один такой огромный обрюзший ну тоже восточный какой-то и с ним молодой кирбис лица его не видно диалог происходит между этой аптекарши она говорит вам надо к доктору вам надо на рентген и все вы умрете там чего-то оказывается у него рука раздробленная на руку что-то упало но поскольку они же дорожат каждой копейкой здесь заработанной то не хочется им естественно платить за все эти рентген и прочее и и вот это делаю она говорит нет я там клятву давала я ищу мы еще три мужика пришли она так почувствовала поддержку она говорит я вам не дам я не могу вам дать они ушли грузные один вот такой здоровый а этот такой молодой полный сил человек я говорю а чего он у него она говорит у него видно большое заражение вот такая рука огромная я не видел у него там под курткой все и вот вам кусок кусок жизни любой фильм ставь и все понятно да любую книгу всего секунды несколько и этот не бог не то бригадирь не то черт как два или три человека такой с таким трюхом такой и этот бедняга раздробленный да это наша действительность это наши мы живем как в Римской империи у нас народ из других племен что-то для нас нам делает да у меня два вопроса подождите давайте поднимайте руки и я буду вам это товарищи мои которые это имеет место быть и первые нападения на меня были даже в девяносто шестом году и у меня до сих пор на глазах остались смертные да я был один и меня избивали ногами и каким-то ну еще убил бы наверное если бы нет шедшие от метро люди это было восемнадцатого сентября девяносто шестого года с тех пор я бы осторожнее живу и второй вопрос я хотела бы спросить как долго вы писали эту книгу по времени и вы пишете уже что-то другое или у вас есть мысли это это механизм как бы механизм размышления механизм вспомнить даже как это работает я не не считал уже у меня выдавалось какое-то время после написания например статей политических в которых я в основном зарабатывал деньги хотя никогда не принял бы шоу но он платит за это больше чем за книги сейчас во-первых на самом деле платим да и вот я и довольно быстро написал я написал такую объемную книгу 24 но за то чтобы выбрать уходит время выбрать вокруг масса всяких этих искушений и можно и то начать и это начать а вот почему-то в конце концов выбираешь что-то определенное невозможно рассказать почему это происходит по каким критериям нет пожалуйста вы добрый вечер добрый Влад тоже два вопроса первое про книгу спросить вы писали очень много сожалению другого способа выражения вот трудно я пытался что-то но в конце концов опять опустился до литературы вы достаточно плодотворные отлично но из этого всего поясню ситуацию я сам человек незрячий почитать я могу в принципе мало потому что в аудио вашей литературы есть мало можно ли несколько книг в том числе монголию сделать в аудио это первое в основном если вы за это отвечаете и второй вопрос насколько я помню вы сейчас ушли от руководства партии другая Россия реально ли в нашей стране сейчас существование партии ну вот на подобии НБП актуально ли это будет благодарить ну я не не занимаюсь аудиокнигами вообще даже не знаю кто им занимается и занимается ли но я безусловно поскольку вы мне об этом сказали а я человек ответственный я постараюсь что-то узнать если я смогу я их застал что-нибудь денег я за это не получаю это точно поэтому я сделаю это если надо вложить ты готов да нет я никогда нет я никогда не занимаюсь стараюсь держаться от денег подальше если дают я их беру если надо теперь вторая по полу партии знаете партия была основана о которой вы говорили она была основана на собственно наши первые партийцы это были люди испанных движения во главе с ныне покойным Егором это да и это были теперь взгляда оглядываясь назад это были такие дерзкие немножко безумноватые очень героические люди то поколение которое сейчас я его не знаю ничего не могу сказать но оно какое-то по моему более неколлективное какое-то раздробленное каждый за себя каждый в себе тогда мы знали что и кого у нас и кого мы рекомендуем партию кто к нам приходит через партию прошли десятки тысячи без преувеличения есть ренегаты которые сегодня там сидят например в государственной думе и считают что если вдруг проявляется их факт того что они состояли в партии то они дико все это скрывают и считают что это плохо ну и есть погибшие люди и погибшие в Донбассе и погибшие вот знаменитые приморские партизаны вы знаете Андрей Сухарада к нам пришел в 16 лет я не от руководства не уходил я хотел от них убежать но они меня не отпустили поэтому я все равно все за всем они идут ко мне это еще актуально я знаете мне мне не 17 лет не 25 поэтому если посчитать нужно значит идите на сегодняшний день все равно осталась самая такая революционная организация мы нас же экстремистами одним нас уже в 2007 году запретили раньше всех джибхата мусора и кого угодно хотя хотя мы мирные русские парни всегда были не русские какие угодно хорошие давайте еще пожалуйста еще вопросы с российской границы остался в руках совершенно чуждых им идей можно это грустно я слежу с огромным интересом за годом которым я когда-то я не родился там но я жил там в детстве и была в ранней юности да можно сейчас вы уже задавали чтобы все успели задать все поровну селедка вам хвост на головах есть вина что да есть вот не взяли это могло бы сделать так чтобы не возникла эта ситуация и там есть вина есть просто не пришли у нас власти люди не не опытные не знакомые с политикой не знакомые с западом пренебрегали опытом тех людей кто мог бы на кого можно было бы опереться и хотя бы понимать ситуацию с Россией в международном каком-то таком знаете с высоты течевого полета а не только безусловно я сталкивался например когда наши наших ребят арестовали на Украине это был 99-й год за то что они вывесили захватили ну мирным путем захватили башню клуба моряков в Севастополе на высоте 36 метров повесили такой баннер Севастополь русский город разбрасывали листовки нас всегда тогда все считали за чудом придурки да вот кому пришло в голову тем более день независимости Украины 25 августа вся Украина уже отчаялась Севастополь отчаялась Харьков пришли какие-то 15 придурков и стали вот это разбрасывать теперь смотрите прошло сколько времени и Севастополь и русский город и никого сомнений не возникает а придуркам даже по медальке по маленькой не дали несправедливость как она во всей во всей ее красе не уделяли внимания даже не это хотел сказать что я когда ребята попали в тюрьмы украинские я немедленно стал звонить в МИД и говорю у вас же есть ответственность за Украину да говорят есть но у нас один ответственный и на Украину там и на Молдавию сейчас он находится на коктейле в Молдавии нет на коктейле чуть ли там в Молдавском посольстве я говорю ну и вы даете потом они стали брать что они посетили я говорю вы хоть сходите не было такого понимания девяносто девятый год даже девяносто девятом году не понимали что им гражданам надо помогать сейчас сейчас есть понимание ну даже говорят каких-то наших хакеров там украшат миллионы да вот они готовы идти а мне врали говорят а мы ходили а у меня там свои люди были свои как бы знакомства и прочее мне говорят никто не приходил браилев то же самое было и в Латвии во всех странах где проявлялась какая-то русская инициатива своя российская русская я не имею в виду исключительно национальности я имею в виду то что я имею в виду поэли нигде никогда не поддерживали не попытались создать той же Латвии например прорусский фронт какой-то ничего не делали нигде не делали и сейчас я уверен я как-то написал статью о Казахстане где вспомнил о русских городах да в том числе и уральский знаменитый где пугачок наш еще в 1773 году восстание поздно я говорю что это не казахские города при всем нашем уважении казахи молодцы воевали у них герои Советского Союза во втором мировом но мы сейчас не об этом говорим мы говорим о том что они кто сидят и не колышатся всем вот так им удобно им удобно да поэтому Харьков там он не всегда будет там я рассудяю здравый смысл требует того чтобы этот город он был столицей Украины долгое время это интеллектуальный город он куда выше жирного этого Киева на мой взгляд не нашего города не смотря на я легенду что там бывает университет так я надеюсь что какие вопросы будут не только про Украину сейчас будут про студенты за слотари я сейчас хочу спросить про Россию у нас осталось третье время что от середины президента вы считаете иметь смысл идти на выборы несмотря на непредсказуемость а то что результаты известны заранее пойдете ли вы я не пойду я не пойду я не считаю определенные недостатки ну Крым наш это здорово мы все аплодировали когда видел эту церемонию в Гранавитой палате снизу уронил мне то я вообще ничего не не растрагиваюсь но одновременно есть недостатки он недостаточно решитель вот что мы сейчас заигрываем с этими аллимпийскими играми все больше и больше все шире и позора он говорит теперь нам что-то отказывают каждый день это говорится или снова нам в зале а мы выглядим как какие-то несчастные замужные просители с ручкой да дайте нам есть же есть же огромные сочинские все эти настроенные спортивные сооружения взяли бы конечно надо было свое провести свои игры накладаться с этого допинга или что там что угодно ну победить чертая мать приказать им наши результаты и сказать смотрите наши результаты лучше ваших результатов вы такие дорогие друзья пожалуйста давайте у меня только к вам огромная просьба я понимаю что живая интересная седа но давайте не превращать ее в политический митинг аккуратно вопросы задаем нам официально на природе мы не помним Эдуард скажите вот вы жили и в Советском Союзе и во Франции и в Америке а сейчас в России исходя из жизненного опыта вот где вам было ну наиболее комфортно как писателю вы можете несколько ответа на ваш вопрос нет не существует потому что человек меняется или был молодой был седой разные какие-то непотребности все но я бы не есть люди которые с возрастом успокаиваются а я бы еще хуже стал в том смысле где хорошо я никогда особо не искал где хорошо мне даже было хорошо если уточнить я имею ввиду лучше пишется вот такой ну я в тюрьме писал как болзинская осень потому что меня хотели посадить поэтому на допросы таскали других людей а меня там несколько раз там вызвали на допросы на очные ставки я сидел только в Лефортово я сидел 15 часов и за это написал там 7 книжек а конечно в начале надо мной менты смеялись там заглядывали в глазок а потом перестали смеяться когда они видят что еще каждый день это все делают они наваливаются даже как заискающие они говорят ну вы сегодня долго будете а ваши а ваши церковинки вам оставили ужин оставили а то мы можем разогреть там это я я тебя почутил солженивцем а вот а вот уже например в Саратовской тюрьме я сидел в Централе вот там уже времени было мало для работы в играете работает потому что там стали судить возить на 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 суд а это такое с утра тебя на сборку там стоишь 40 раз там и прочее прочее ну короче весь день уходил потом камеру уже упал поел что-то ребята и с утра опять то же самое поэтому писать было невозможно но я хочу сказать что вот в этой книге кстати говоря очень собственный взгляд и на Париж и на Америку вот вы прочитаете и вы увидите та Америка которая увидена глазами именно из Лимонова так что все надо в книге прочитать не надо вы попросите слово я вам обязательно дам пожалуйста вы там пишите что эмигранты русские начинались в Америке амиранцы не начинались в нас нет ну какие какой вот период американцы я думаю что сейчас мы превратились вот сейчас я думаю превратились в такой поколения русских меняются да вот когда когда приезжали там первая эмиграция да бывшие офицеры там ездили на такси вот было одно представление романтичное красивые русские женщины потомки там аристократов все такое поменялось вот я был нас было всего несколько сотен наверное в то время власть высших глаз с удовольствием избавиться от всех бедных вот мы сто человек не угрожает поэтому к нам относились очень благоприятно а теперь когда наехали очень много брюхатых и богатых то естественно по моему похужело отношения но теперь когда прибыли мигранты просто другого цвета люди совершенно то наверное русские тебе кажется очаровательными брюхатыми и богатыми которых деньги хотя бы то есть это все время движение нет одного взгляда да вы хотели пожалуйста о хорошем как дети ваши что видите и чем они занимаются ничего хорошего дети это не мы вот у нас конечно страна очень милая отлично себе все дети теща там для всех детей старается что там построить скомбинировать продать сарайку это а я всегда смеюсь я говорю у нас с вами разное мировоззрение потому что я говорю вы представляете как это дерево посаженное да а я вот себя к сожалению может быть потому что я изначально был один из семей все такое я всегда себя чувствую отдельно никаких я не искал особенно к удовольствии мне все равно было всегда что есть где спать и что лучше спать в сухом месте хорошо но если не удается то так я смотрю на детей сейчас когда они были маленькими они мне нравились потому что как маленькие животные всегда котенок этот сам а вот сейчас сейчас значит богдану будет в 7 ноября 12 лет девчонки будет 10 девочка стала крупная какая-то толстая это это изменится да теща тоже больше ну я закончил свою эту речь это что я считаю что дети это мечта мы все равно можем с ними родились ничем так им не придешь это абсолютно если они будут пытаться подражать папе то тоже зачем это лезть из кожи вон например потому что папа сложился каким-то образом случайно я все равно не знаю и хорошо ли это я тоже не уверен будь таким как папа я смотрю на них с интересом иногда я говорю с ребятами я говорю ну вот вы с наркоманами например то есть я допускаю к сожалению это ну Эдуард Меневич а вот у меня так вопрос в продолжении это вот отвечая на вопрос этого молодого человека вы сказали что вы вот новое поколение которое в партию пришло вот не очень знаете не о политике а сами а я не про политику вот новое поколение вот когда вы писали эту книгу вы все таки молодого читателя видите перед собой да или я говорю следующее я говорю что среди молодых людей столько же глупых столько среди взрослых поэтому прямо заискивать перед молодыми людьми ну молодые люди тоже будут не молодыми рано или поздно получается ну дай бог только я не вижу особенных преимуществ единственное что конечно молодежь должна быть честнее своих отелевших родителей это фракт и в этом ее определенная достойность потому что они быстро загораются и еще у меня был лозунг всегда каждому поколению в своей лице вот это было бы идеально ну так да молодому человеку передаем слово еще вы только не зацикливайтесь это прекрасно все люди там есть люди я прошу прощения а можете что-нибудь с твоим стихом хотя бы одну главу я бы наизусть взял я очень с удовольствием а у нас есть стихи не надо не надо давайте ограничимся тем что у нас есть кто еще не задавал вопрос пожалуйста у меня был вопрос как вы видите преподавание литературы в школе и как бы предложение если бы вам предложили написать вот такой бы он был я скорее человек не очень хороший в смысле я вообще на школу поглядываю с некоторыми меня школа очень мало чему научила как раз научилась я наврала в голову тех вещей которые мне никогда не пригодились например какая математика кроме этого сложения и читания мне не пригодилась а иностранные языки я выучил без школы два слава тебе Господа английский и танцузский мало учили географии мало совершенно не учили как лазить с людьми вот тоже хорошая наука надо бы преподавать как вот а ну да ну ты хочешь донести что многим вещам не научили и научили без мозга совершенно тупых и ненужных знаний в том числе вся история не только наша российская но вся мировая история это скорее исторический роман а не подлинная история так точно всего-то ничего а все остальное даже петровская эпоха у нас очень документированная на неделе все равно там такие плавают огромные первые пятна и мало что понятно вот в школе я бы учил бы детей короче во-первых затягивают детство ну понятно почему раньше было значит надо было дотащить парня до 18 лет чтобы потом его к чертой матери в армии то есть это цели у любого государства утилитарные смотрите как они сегодня и везде и всегда говорили о молодежи они смотрят на нее как на рыбку которую нужно высосать такую бомберизировать надо немедленно и учили покорности в школе я сколько все основное чему учили покорности учитель вошел да 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 и так далее поэтому я я бы делал детство короче у нас сейчас вы видите и слава богу человечество проблемы с питанием есть парни девушки там по 13 лет вот такие здоровые и сильные и вообще-то центр вы знаете зрелость женщин 12 лет до сих пор наша церковь до сих пор никогда не слышали спросите 13 лет и я не считаю я считаю надо участие в выборах например снизить планку снизить точно тогда не будут только пенсионеры голосовать за будущее страны в которой они не будут жить например и тогда решится множество вещей а детство у нас искусственно растянуто и дети детям надоели родители с которыми они живут родителям надоели уже эти давайте честно говорим говорим и все это есть же есть же надо 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 сознавать наряду с родительской любовью надо быстрее чтобы люди жили потому что жизнь вот я смотрите она летит быстро быстро пусть они начнут эту жизнь раньше на несколько лет уже будет такое сбережение а армия кажется призыв отмирается больше контрактников поэтому государство бы не жадничало бы братин скажите пожалуйста вот сейчас как вы смотрите на такую проблему для занятия литературным трудом важно физическое здоровье в общем все говорили в россии надо жить чтобы увидеть хоть что-то чего-то ну признание требует да конечно времени отсюда и здоровье надо у нас наиболее романтическая есть такая струя да вот это и сейчас существует так называемый двадцати семи куда ходят рок-звезды рано умершие ну у нас вот ямонтов двадцати семи не было это одна это романтическая а есть другая там Иван Бунин восемьдесят восемь лет уже да и те кто долго жил где Лев Николаевич Толстой тоже я не помню сколько восемь точно тогда какие-то свершения появляются грандиозные группы построены ну вот вообще это профессия кто и кому она сейчас нужна за исключением если вы не показываете какие-то очень важно мышление конечно книг книг много выходит производят огромное количество книг но вы найдете какую-то одну живую мысль очень сложно найти в этом когда вы начинаете там особенно с придуманными героями вы уже прочли на своем веку триста пятьдесят шесть романов вы вдруг начинаете опять это не фигомотим это не так не знаю тысячи триста пятьдесят шесть да пожалуйста подождите вы по-моему задавали уже вопрос а можно я нет секундочку приоритет приоритет того кто еще первый раз кто-то есть там кто хочет задать вопрос да нет тогда пожалуйста тогда вам передавали то есть мы видим перед собой активистов которые активисты а активисты у меня такой вопрос вот допустим если бы вам довелось написать сценарий и сыграть вот такую мысль вы не рассматривали я достанусь пределы своей старой профессии нет играть не могу не умею у нас еще активист можно активисту это вы активисты? да активист царой закалки ну валяйте да как вы эволюционировали в течение своей жизни? как Россия эволюционировала в течение своей жизни в России? это можно написать огромный роман ну вроде живоговорящий человек но я помню я поделал хорию и у нас на из окна это было в Харькове был разбокленный воксал их каждый раз водили туда на работу и вот они шли в таких грязных зеленополотных таких шинелях и несколько дохленьких красноармейцев со штыками и все и такой лавиной просто они так двигались вот потом я помню да мы до этого жили в другом месте а этот дом построен дом этот стоит до сих пор очень хорошего качества двухэтажный значит и я помню как у нас была печь общая на всю квартиру коммуналку большая печь чудо по тем временам просто первой как бы категории там были специальные специальные такие дыры где можно было печь в другом духовке все потом я помню наступила революция примусов появились примуса которые все качали потом их сменили примуса что сменило а вот эти керогазы модернизировали мой отец поставил первый телевизор сам сам гений был так сказать и ящик сделал и все эти наклоняющие системы там мы на парахолке все покупали то есть двигалась 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 прогресс двигается когда я вышел из тюрьмы мне ссунули в зубы мобильный телефон я говорю да это зачем ну как у всех есть ты должен ты должен уметь мобильный телефон вот так и живем вот эти как изменилось вот как изменилось все изменилось все другое а Россия эволюционировала Россия тоже эволюционировала значит я вспоминаю когда я мать посылала в магазин заходишь ты в магазин продовольственный там стоит там повсюду стоят огромные банки с консервы крабов народ народ это так не любил вообще всю эту иноземную какую-то рыбную пищу стояла большая боль там привозили так пожалуйста у нас новый член нашего актива обсуждает и по поводу снижения возраста понятно хотел сказать что вы как бы нет я полностью за я только хотел спросить по поводу ограничения возрастного ценза уже наоборот в старости потому что я участвовал в выборах муниципальных выборах ходил по квартирам я видел там такое как люди голосуют в таком маразме да и вот все они все их голоса участвуют они тоже участвуют в жизни будущей страны как вы на это смотрите я смотрю у меня столь радикальные идеи что я даже не мешаюсь выступать тут поэтому я не приду я хочу сказать что в свое время вылегли этот был ценз да имущественный был ценз сейчас тоже можно разобраться и как-то все это поставить на место ну мы же знаем что психические больные так или иначе они голосовать не могут я просто в общем скажу чтобы никого не восстановить против себя хитро хитро я скажу что безусловно выход есть и очень вполне цивилизованный выход и все будет нормально если захотят ряд людей каким-то образом отсели я честно говоря давно сомневаюсь в том справедливо ли система нашего всеобщего тайного голосования ведь может быть надо сделать явное голосование тогда у человека будет определенная ответственность все равно за нами следят со всех сторон разве нет посмотрите чеки то и все у меня в компьютере стоит упомянуть в письменном коммуникум какое-то слово вдруг появляется все на свете упомянешь сыр тут я говорю рекламы сиропы и поэтому старшие братцы равно смотрят никуда не денется пусть может быть пусть будет явное голосование то есть люди которые вот не хотят этого пусть они четко выходят и что у нас вроде вроде смягчение нравов определенные наблюдаются не расстреливают за то что пойдешь голосовать за за собчак например пока за собчак не будут расстреливать потому что совсем да совсем никакие ворота есть еще какой-то вопрос такой и будем переходить потом и будем переходить к автографсессии скажите пожалуйста у писателя Лимонова есть любимый писатель ну какой же писатель ясно что все друг другу прогибли а эти ненавидят все друг друга и живут как в банке как пауки в банке вот нет я знаете сейчас не совсем то время не только в России а вообще в мире когда профессия это значительным образом деградировала деградировала в смысле я до сих пор считаю основным интересным в профессии литератора это высказанные какие-то мысли высказанные какие-то идеи но их мало я пытаюсь ловить вокруг себя но что-то очень мало вот меня приглашали на телевидение но уже давно не приглашали потому что я я обычно говорю какие-то определенные радикальные идеи а люди вокруг меня они констатировали реальность ничего не предлагали это очень классно скучно ты сидишь с людьми которые повторяют те мысли которые ты где-то уже двадцать лет двадцать пять лет тому назад сам написал да и вот они тебе говорят и ты должен еще там тянуть руку дайте мне я хочу сказать да нету несущих этих прокелоносцев которые бы нас чем-то заразили и били даже смотрите мы когда-то не невнимательно относились и к Сахарову и к Солженицыну но все-таки это была борьба идей ценно-противоположных они находили какое-то выражение находили а где сейчас такая борьба она стала настолько упрощенной и скорее похожа на издевательство теперь борьба идей я говорю нет вы так считаете все заканчиваем дайте подписываться так давайте поблагодарим сначала Игорь Бениаминович Дори мои друзья вот так так